А вы знали, что Роналду играет с капой на зубах? Или что самая популярная фотография Месси — фейк? Как в футболе была показана первая зелёная карточка? А также, как вратарь превратился в Человека-паука? Если вас удивили эти эпизоды, то вам точно понравится это видео. Ведь сегодня я расскажу о моментах, которые вообще никто не ожидал увидеть в футболе. Это и голы, и забавные эпизоды, и другие уникальные случаи, которые случаются очень редко в этом виде спорта. Гюндаган официально перешёл в Барселону. Гризман может стать одноклубником Роналду, а Бернарду Силво перейти в Альхеляль. Следить за всеми новостями и трансферами можно в моём телеграм-канале «Жизнь футбол». Скоро стартуют предсезонные матчи, Барса сыграет с Реалом. Следить за играми можно во втором канале. А если хотите посмеяться, то залетайте на канал с футбольными мемами. Друзья, будьте в курсе всего в мире футбола. Очень жду всех там. Ну а теперь желаю приятного просмотра. Игрок вбрасывает аут, и мяч летит к вратарю. Предположить, что случится дальше. Вероятно, каждый из вас представил в голове дальнейшее развитие событий. Но, думаю, мало кто угадал. Предлагаю взглянуть. Да, вратарь каким-то образом умудрился в такой вот ситуации закатить мяч в собственные ворота. Уверен, ни один телезритель во время просмотра той игры не ожидал, что такое случится. Историческое, легендарное и просто прекрасное фото Лионеля Месси после победы на Чемпионате мира 2022. Этот снимок побил рекорд легендарного яйца. И на данный момент на снимке 76 миллионов лайков. Но знали ли вы, что это фейк? Нет, фото настоящее. Но вот кубок мира нет. В руках Лео Реплика, созданная простыми фанатами. Владельцами поддельного трофея оказалась простая семейная пара. Как вышло так, что этот кубок оказался в руках у Месси? Вот что сказала пара. Мы достали кубок и начали праздновать. В этот момент проходил родственник Паредоса. Он откликнулся на нашу просьбу раздобыть автограф Леандро. Они увидели у нас кубок, и вот так началась эта безумная история. Если вы думаете, что это розыгрыш, то есть даже фото, на котором Ди Мария объясняет Месси, что кубок не настоящий, указывая на отличительные особенности реплики. Вот только сказал он это Лео уже после того, как тот сделал свой легендарный снимок с кубком мира в руках. Во время церемонии награждения Лео, конечно же, поднимал настоящий трофей. Но вот уже после церемонии в его руках случайно оказалась реплика. Кстати, когда все все поняли, Лаутара Мартинес вернул кубок обратно семейной паре. В общем, получилась забавная и неожиданная история. В 2021 году игрок Айнтрахта Айдин Хрустич отметился самым непонятным и удивительным голом. Он нанес удар поворотом и упал на газон, но мяч снова полетел в его сторону. Далее австралийский игрок сделал нечто удивительное. Он сделал поворот, а затем, будучи на газоне, легонько подставил левую ногу. И самое удивительное, записал на свой счет красивый гол в девятку ворот Майнца. Как это вообще получилось? Подумали соперники. В этой ситуации вовсе было бы нелегко забить, учитывая стену из игроков перед воротами. А Хрустич умудрился сделать это лежа на газоне. Какой-то магический гол, который к тому же позволил Айнтрахту вырвать ничью в концовке встречи. Переходим к боковому арбитру, который во время матча между Атлетико и Реалом позабыл, что он лайнсмен и, по всей видимости, хотел стать участником матча. Он настолько быстро бежал за футболистами, что попросту потерял боковую линию и на несколько метров выбежал за ее пределы. Но ничего, бывает. В 2010 году в мадридском дерби Криштиану Роналду во время верхового единоборства получил небольшое повреждение. Португалец прикладывал лед, дабы избежать появления гематом. Но дальше самое непонятное. Изо рта Роналду что-то вылезло. Как вы уже могли понять, по началу видео это капа, которая надета на зубы с целью защиты от травм. Согласитесь, капа в футболе – это что-то уникальное. Я бы даже сказал, такое никогда не увидишь. Как сообщали различные СМИ, капу Роналду носил не для защиты, а для здоровья. Считается, что она помогает правильно расположить челюсть и, соответственно, шейные и грудные мышцы. Таким образом, правильный прикус помогает улучшить работу мышц и даже мозга. К слову, в той игре Роналду не отметился результативными действиями и никогда больше не надевал капу. Вероятно, это был эксперимент. А у футболиста сборной Норвегии в прямом смысле порвалась бутса. Соперник шипами наступил игроку на пятку, задев бутсу, а та, не выдержав напряжения, просто взяла и порвалась. Если Реал и Барса еще более-менее уважительно относятся друг к другу, то вот Эспаньол и Барселона без преувеличения ненавидят друг друга. Так уж получилось, что Барса стала чемпионом Испании в матче против Эспаньола. Следовательно, игроки Блауграна решили отпраздновать это событие на стадионе соперника. На самом деле в этом ничего экстраординарного нет. Вспомним тот же Наполи, который отпраздновал чемпионство на стадионе Удинезе. Но вот только фанаты Эспаньола не могли с этим смириться. Что произошло дальше, не ожидал никто. Игроки Барса внезапно рванулись в сторону подтрибунного помещения. Стало понятно, что болельщики выбежали на поле, дабы разобраться с футболистами синегранатовых. Причем, когда игроки забежали в подтрибунку, фанаты хотели прорваться и туда, из-за чего полицейским пришлось стеной встать прямо перед входом. По полю летали стулья, что-то покрупнее и другие предметы. Камера в тоннеле сняла, как на кого-то орет Серхио Бускетс. Не до конца ясно, добрался ли туда кто-то из фанатов или он раздражен обстоятельствами в целом. Конечно, не так должен выглядеть чемпионский вечер. Игрок Аталанты Адемола Лукман забивает обычный гол ворота Удинезе. А затем довольно стандартно его празднуют, не совершая при этом никаких запрещенных правилами жестов. Думаю, вы знаете, что игрока могут показать горчичник за снятую футболку или неспортивные жесты. Но Лукман ничего не делал. После повторов гола нам показывают игрока и арбитра, который вручает игроку желтую карточку. Не только мы, но и сам Адемола не ожидал такого поворота событий. По его лицу и жестам видно, что он не может поверить в произошедшее. Через пять минут видеооператоры удосужились показать, что все-таки случилось. Адемола показывал вот такой жест, имитируя обычные очки. При этом он показал это в сторону гостевого сектора, а не в сторону фанатов соперника. Тренер Аталанты Джан-Пьеро Гасперини тоже был удивлен решением арбитра и спародировал празднование своего подопечного, из-за которого он схлопатал желтую. Просто, чтобы вы понимали, юное дарование барсы, Педри таким способом празднует все свои голы, но никогда рефери не давали ему за это желтую, что в принципе логично. В общем, чем руководствовался арбитр, известно только ему. А как вы считаете, правильно ли поступил рефери, показав игроку желтую за это? Если же продолжить тему неожиданных желтых карточек, то вот более глупый пример. Игрок южноафриканского клуба сделал обычный финт. Но то ли у него он не совсем получился, то ли он так и задумал, но суть не в этом. Судья внезапно дает свисток, останавливает игру и вручает футболисту желтую карточку. Игрок недоумевает, ведь трюки во время футбольного матча не запрещены, подумал он. Что было в голове у судьи – загадка. Представьте такое в топ-лигах Европы. Условные Неймар, Венисиус и Антони заканчивали бы каждую игру с красными карточками за свои трюки. Бывают случайные голы, когда футболист даже не подозревал, что станет автором гола. Впрочем, об этом я рассказывал в отдельных роликах. А бывают неожиданные голы. Но неожиданные для болельщиков, а не для игроков. Но есть один гол, который не ожидал увидеть ни один футболист на поле. Это гол Винсана Компании. Центральный защитник получает мяч, подрабатывает, бьет и... Мы переносимся в конец игры. Винсан Компании в интервью говорит. Все кричали мне – не бей, не бей, не надо. Агуэро после игры подошел к Компании и сказал. Я же сказал тебе не бить. Нет, Винни, не бей. Гвардиола в интервью сказал. Что я кричал Компании в момент удара? Не бей, Винни, не бей. Пасуй мяч дальше. Никто не хотел, чтобы Компании бил. Переносимся обратно. Центральный защитник получает мяч, подрабатывает, бьет и забивает фантастический гол в девятку ворот Лестера. Ну а дальше вся команда празднует этот красивейший мяч. Этот гол по праву считается чемпионским, несмотря на то, что шел предпоследний тур и еще была заключительная игра. Но именно этот гол является золотым в той гонке АПЛ. Не забей Компании единственный гол ворота Лестера, и Ливерпуль бы занял первое место, обогнав Сити на одну очку. Гвардиолу и Агуэру можно понять, ведь после игры стал известен удивительный факт. Винсан Компании шесть лет не попадал в створ, ударом и за штрафной. Последний раз он попадал в створ в 2013 году, а матч с Лестером, соответственно, проходил в 2019. В общем, это, пожалуй, один из самых, а может и самый неожиданный гол в истории футбола. В матче второго по силе итальянского чемпионата серии «Б» впервые в истории была показана зеленая карточка. В начале второго тайма Кристиан Галлано, когда судья назначил угловой в пользу его команды, рассказал, что соперник не касался мяча, в результате чего рефери изменил решение и назначил удар от ворот. Жаль, но физической карточки арбитр не показал, так как все было на экспериментальном уровне. Но вот этот жест означает зеленую карточку, о чем и рассказала Итальянская Федерация Футбола. Как можно понять, в отличие от желтой и красной карточек, она выдается не за нарушение, а за следование правилам честной игры. Фейерплей и никаких негативных последствий за собой не несет. Но если вы хотите увидеть необычную карточку в физической оболочке, то вот можете посмотреть на белую карточку. Если вам, правда, интересно, то подробнее об этом случае я расскажу в другом видео. А вот вратарь выбрал не тот вид спорта. После победы его команды в серии пенальти голкипер выполнил невероятные акробатические приемы. Какой-то человек-паук, а не футболист. Такой технике позавидуют даже профессиональные гимнасты. Харри Магуайр, легенда Манчестер Юнайтед. Но в МЮ есть еще одна легенда – Фил Джонс. В игре против Нью-Касла защитнику даже не надо было трогать мяч, ведь голкипер был на чеку. Но Фил зачем-то решил сыграть головой, но не попав, ею по мячу снаряд угодил в колено Джонсу. После чего залетел в сетку незащищенных ворот красных дьяволов. Да уж, такого подвоха от собственного защитника голкипер ожидать не мог. Кстати, в мае появилась информация, что Фил покинет Манчестер Юнайтед спустя целых 12 лет в команде. Видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. Друзья, в прошлом видео я задал вам вот такой фото-вопрос. Ну и вот первые три человека, а также несколько случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. А теперь новый фото-вопрос. Вы видите прически четверых футболистов. Все просто, вам необходимо угадать игроков по их шевелюре. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok